На телеканале ННТ новости столицы с вами Карим Даниев, ассалам алейкум. Все знаковые события махачкалинской недели смотрите в итоговом обзоре новостей. И в начале короткий анонс. В домах потеплело раньше обычного. В Махачкале отопительный сезон начат досрочно. За посещение дошкольных учреждений не придется платить. Детям-участникам специальной военной операции предоставили дополнительные льготы. От проекта до реальности. Развитие застроенных территорий. Круглый стол на такую тему состоялся в Махачкале. Салман Дадаев пообещал решить вопрос с потоплением улиц Махачкалы во время осадков. Конкурсные процедуры уже объявлены. К концу октября будет определена подрядная организация и рабочие приступят к реконструкции системы отвода дождевых вод. Сообщил у себя в телеграм-канале мэр города. Реализация проекта решит проблему Ленинского и Кировского районов, а также центральной части Махачкалы. Сейчас на территории города почти на 14 локациях скапливается вода. Ливневые коллекторы, предназначенные для отвода, наполовину засыпаны, а большая часть заполнена канализацией. Городские службы прочистили ливневки. Последствия обильных осадков удалось минимизировать, однако их диаметры по-прежнему не справляются с такими объемами воды. Благодаря поддержке главы республики финансирование реконструкции системы ливнеотведения включено в бюджет 2022 года. На территории города Махачкалы есть порядка 14 локаций. Это у нас самые проваленные локации, на которых во время осадков скапливаются дождевые воды. Мы их обследовали. В результате обследования этих территорий в системе ливневого водоотведения нами было установлено, что коллекторы, предназначенные для отвода этих вод, или наполовину засыпаны, или некоторые из них полностью заблокированы. А большая часть в результате бесконтрольного строительства жилых домов были заполнены фекальной канализацией. Такие проблемы у нас именно с этими локациями. Учитывая тот факт, что в сухую погоду эти коллектора у нас заполнены на 60-70% из-за таких нарушений. В домах махачкалинцев уже тепло. Отопительный сезон начат раньше срока. К такому решению пришел мэр города Салман Дадаев, о чем сообщил у себя в телеграм-канале. На неделе службы сначала приступили к подаче тепла в детские сады, школы, больницы и поликлиники, а затем и в многоквартирные дома. По словам градоначальника, ранее поступали многочисленные обращения граждан в личных сообщениях с просьбами подать отопление в квартиры в связи со снижением температуры воздуха. Ремонт улицы до Куспаринской в поселке Ленинкент близится к завершению. Ее протяженность составляет 2,6 км. До начала строительно-монтажных работ при поддержке местных жителей были демонтированы все самовольно возведенные строения. Сейчас здесь приступили к укладке асфальтобетонного покрытия. Появилась новая ливневая канализация. Обустроены тротуары с дополнительными заездными карманами для парковки автомобилей. Ознакомиться с темпами реконструкции прибыл Салман Дадаев. На месте мэр города дал поручение начальнику УЖКХ ускорить процесс, контролируя при этом высокое качество ремонта. Очень хорошо, что при выполнении работы изначально было заложено и строительство ливневой канализации, и, соответственно, там надо будет посмотреть, чтобы новативное количество приемных расчетов было. Все, все, с рациональным проектом все-таки холодно. После того, как все столбы перенесет, нужно посмотреть на эти столбов, чтобы освещение тоже было. Ну, мы смотрим на проект, и почему это было. Таким же образом, чтобы тротуары не заложали, подстраивали. Устанавливаю эти столбы после технического расчета, но в то же время, чтобы, если там есть необходимость переместить его, там, лево-вправо, это столб, для того, чтобы там заложено не было тротуара, в эти моменты тоже присмотреть, отклонение от проекта допустимо. Несмотря на акции технического расчета, все равно там темная эта улица не будет души. Это очень важно ее своевременно завершить, потому что здесь было личное поручение президента по этой улице Российской Федерации в связи с тем, что во время дождей, получается, таким образом идет, там, устроена геометрия посолка, когда, что вся вода собиралась со скорой, с перевала, примерно, даже, и полностью текла по этой улице. Здесь после каждого дождя русло. И к другим новостям. Ежедневно с городского военкомата отправляются мобилизованные мужчины для прохождения дополнительной подготовки. Очередных призванных проводил руководитель аппарата администрации Махачкалы Мубарис Мустафаев. Перед отправкой чиновник вручил рюкзаки со всем необходимым. В состав первоочередных вещей вошли термобелье, утепленная экипировка, аптечка, а также спальные мешки, резиновый коврик и обувь. То, что вы решили охранять, защищать покой своих близких, родственников, своих окружающих далеко за пределами Дагестана, далеко за пределами Махачкалы, это уже своего рода геройство. Наверняка вас одолевают мысли о том, какие проблемы остаются здесь у ваших близких, какие-то нерешенные бытовые проблемы и так далее. В этом отношении главой города Махачкалы создан координационный штаб для решения любых ваших проблем, проблем ваших близких. Мобилизованные ранее проходили службу в рядах российской армии, а некоторые принимали участие в горячих точках. Александр Воронцов прошел чеченские события, пришел сразу, как вручили повестку. Настрой у мужчины боевой. Если пришла повестка, приходите, пожалуйста. Быстренько повоюем и все и заживем заново. Все будет хорошо. Ряды мобилизованных продолжают пополнять и добровольцы. Так главный диспетчер городской службы 112 Магомед Рамазан Яхьяев отправляется в зону СВО по собственному желанию, несмотря на то, что сфера деятельности позволяет ему получить отстрочку от призыва. На неделе мэр города посетил и базу Каспийской флотилии. Салман Дадаев вручил партию помощи военнослужащим. Ранее жены морпехов обратились к городоначальнику с просьбой оказать поддержку солдатам Каспийской флотилии. Несмотря на то, что Минобороны обеспечивает военнослужащих всем необходимым, есть ряд вещей, не входящих в номенклатуру штатного снабжения войск. Посылки городоначальник передал командующему флотилии контр-адмиралу Александру Пешкову. Это автомобиль Нива, необходимый для выполнения особых задач. Сотню спальных мешков и укровной материал для блиндажей. Привезли, написали, сразу привезли. Можете еще на спальню? Сейчас на самом деле с мобилизацией, да. Не сыпалось ничего на наших ребят? Вот они в бесконечном количестве. Они же перемещаются. И это хорошо. Там в новом месте, потому что зачастую, что там прикрепил, да, где-то там прикреплен, оно потом отрывается, оно под новое помещение, когда оно не годится. В завершение встречи мэр столицы прокатился за рулем трофейного бронированного автомобиля, который черные береты Каспия отбили у противника. Дети участников специальной военной операции будут бесплатно посещать детские сады. Также администрации Махачкалы принимаются все меры по приему детей от полутора лет, отцы которых участвуют в СВО, в дошкольные учреждения вне очереди. Заместитель мэра Эмилия Раджабова подробнее рассказала о льготах и напомнила о работе координационного штаба по поддержке семей мобилизованных. Уважаемые махачкалинцы, глава региона Сергей Алимович Меликов своим указом о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих рекомендовал муниципалитетам принять меры по освобождению от родительской платы в дошкольных образовательных организациях, родителей или законных опекунов, детей участников специальной военной операции. Поручением мэра Махачкалы Салмана Дадаева администрации города принимаются все меры по приему детей от полутора лет, отцы которых принимают участие в специальной военной операции внеочередности в дошкольные учреждения города Махачкалы с автоматическим освобождением от родительской платы. Также в постановлении мэра Махачкалы от родительской платы освобождаются все ранее зачисленные в дошкольные учреждения города дети участников специальной военной операции. Это одна из мер поддержки для наших мобилизованных ребят. Мероприятия уже осуществляются. Напоминаю, что координационный штаб оказывает помощь по самому широкому спектру вопросов семьям мобилизованных махачкалинцев. К нам обратились уже более полусотни семей. По всем волнующим вопросам можно обратиться в наш штаб по указанному ниже номеру телефона горячей линии. Между тем, в пяти махачкалинских школах открыли росгвардейские классы. Торжественная церемония прошла в школах номер 1, 10, 34, 46 и 52. Рапорт о готовности к открытию каждого класса был дан главе Дагестана Сергею Меликову, который в формате видеосвязи поздравил учеников. Мэр города Салмандедаев и представители управления Росгвардии по республике посетили уроки мужества и побеседовали с детьми. Школьники, в свою очередь, подготовили рассказы о героях разных времен Великой Отечественной войны и современников. Дорогие дети, я вас поздравляю с началом учебной деятельности в росгвардейском классе. Желаю вам успехов в этой подготовке. И хочу вам сказать, что пока мы ждали и проводили такой небольшой блиц-опрос, я получил большое удовольствие от того, какие вы все умные. Я вас благодарю за те эмоции, которые вы мне подарили. И желаю вам учиться еще больше, постигать знания и всегда стремиться увеличивать ваши знания. Я говорю, вы уже достаточно взрослые дети, чтобы понимать уже, что происходит вокруг, что происходит в мире. Кто-то пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны. Вы, наверное, тоже видите, ощущаете. Человеческие ценности как-то не в самом правильном направлении пересмотреть пытаются люди. А вот такого рода уроки, они будут как раз таки вам прививать все самое лучшее. Вы помните, в детстве такой стишок был. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха. Что такое хорошо и что такое плохо. Вот если вы будете как раз таки следовать всему тому, что такое хорошо и не будете переступать к черту, когда уже в этом называется плохо, это будет правильно. Вот именно когда человек ведет себя правильно, вот тогда он уже на пути к тому, чтобы быть готовым для совершения подвига. Отважный красноармеец вступил в неравный бой с шестью самолетами немцев. За совершенный в небе подвиг дагестанец был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Отметим, всего в Дагестане накануне открылись 14 специализированных разгвардейских классов. Исторический парк «Россия. Моя история» отметила свое пятилетие. Мультимедийный комплекс, представляющий всю историю нашей страны с древнейших времен до современных дней, с начала этого года посетило более 130 тысяч человек. За что любят музей посетителей и ценят работники, подробнее расскажет Ларьяна Шамхалаева. Гигабайты знаний в одно касание, так описывает мультимедийный центр директор комплекса Тимур Велиханов. Действительно, парк стал центром притяжения культурной молодежи. Здесь открыт интерактивный зал боевой славы, проходят мастер-классы по гончарному делу для особенных детей и даже есть собственный кинотеатр. Исторический парк за эти годы стал таким знаковым объектом для населения республики. Все знают, что самая интересная история, подача истории – это в историческом парке. Мы, наверное, гордимся тем, что мы сделали самостоятельную выставку 100 лет до СССР. И в этом году мы впервые сделали выездные самостоятельные выставки, интерактивные. Первая выставка была посвящена герою России Нурмагомеду Гаджи Магомедову. И также мы делали выставки. В прошлом году делали выездную выставку на Каспии 2021. И в этом году тоже наша экспозиция присутствовала на молодежном форуме. Сам исторический парк, как формат подачи истории, он уникален. Наша особенная гордость – это зал Майдагестан, где в интерактивной форме можно узнать всю историю, культуру, быт народов Дагестана. А такая изюминка исторического парка – это наш планетарий. Это единственный цифровой планетарий, насколько я знаю, в ближайших регионах такого нет. У нас несколько фильмов, и дети особенно с большим удовольствием размещаются на мешках, смотрят купольную проекцию планетария. Только за август комплекс посетило более 16 тысяч человек. Интерес к выставкам вызван тем, что страницы истории буквально оживают на глазах. Так любой урок становится не рутиной, а захватывает как кинофильм. При этом учебная программа запоминается лучше, считают педагоги. Сейчас подрастающему поколению очень интересно все интерактивные, все, что можно понажимать, включать и так далее. И таким образом мы, получается, убиваем двух зайцев, совмешаем полезное с приятным. То есть они узнают что-то новое, благодаря тому, что у нас интерактивное, они видят это. Они вот нажимают, например, князь Олег. То есть одно дело рассказать им об этом на уроке, а другое дело, они его увидели, как он выглядел, примерно его образ. Они могут там почитать. Если то, что они услышали, они не запомнили, но то, что они там увидели, они обязательно запоминают. И в следующий раз приходят там узнать историю другого кого-то проведителя. То есть это их заинтересовывает. Также есть очень интересные столы интерактивные. Они могут просто провести рукой и наблюдают, как происходила какая-то битва. Например, та же самая Невская битва, Ледовое побольше. Они вот знают, да, как это происходило, какое время и так далее. Но вот они вот включают, проводят рукой, и там как будто бы все оживает. И они видят, как эта война происходила на самом деле. Это накладывает отпечаток. На ближайшее время у мультимедийного комплекса масса планов. Для их осуществления сотрудники музея всегда готовы принять идейную молодежь. Нам нужны волонтеры. Мы хотим объединить вокруг себя все сообщество, которое любит историю, любит Дагестан. Хочет сохранить культуру и традиции народов Дагестана. И в связи с этим мы сейчас планируем вместе с клубом «Идальга» проводить здесь мероприятия, создать здесь интеллектуальный клуб и проводить игры по типу «Что, где, когда». Парку нужны амбициозные и креативные сотрудники. Вот мы проводим кадровые конкурсы регулярно. Самая главная цель – выбрать талантливых и горящих идеи, сделать что-то особенное, интересное, современное. 20 октября любой зал комплекса можно будет посетить бесплатно каждому желающему. Это подарок горожанам и гостям столицы от руководства в честь пятилетия музея. Ларьяна Шемхалаева, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. В Махачкале состоялся круглый стол на тему развития застроенных территорий. Мероприятие прошло в рамках проведения профессионального образовательного воркшопа по преобразованию исторического центра столицы с участием мэра города Салмана Дадаева. Участники отметили, что Махачкала – динамично развивающийся город. Однако необходимы новые подходы и новые специалисты для изменения внешнего облика в лучшую сторону. Просформация территории, тросформация сознания. Для изменения качества жизни махачкалинцев. К махачкалинцам на это есть запросы. Давно администрация Махачкалы порядком задолжала Махачкалинцев. Поэтому мы начали эти долги возвращать. И вот эта история как раз таки, то, что мы возвращаем, то, которое мы возвращаем махачкалинцев, возвращая им их любимую Махачкову. Нашу любимую Махачкову, потому что мы же все помним ту замечательную зеленую с белыми балясинами махачковыми. Нам показалось, что проект будет привлечь для этого специалистов, которые более погружены. Являются большими специалистами. И мы сегодня убедились в этом. Ребята, вы молодцы. Вы реально крутые. К слову, в ходе мероприятия была проведена презентация четырех новых проектов. Команды из разных регионов России работали над концепциями развития пляжа, улиц старого города, привокзальной площади и трех исторических зданий. Проекты, которые получат наибольшее одобрение от горожан, вскоре начнут воплощать в реальность. Одним из основных тезисов, которые я сюда закладывал, это было, чтобы люди пришли, абсолютно все, пришли многие заместители министра, пришли руководители. И не в зависимости от своих должностей и статуса, они пришли сегодня поучаствовать как горожане. Они сегодня увидели, что хотят жители. Пришли жители, которые высказывали свое мнение на этот счет. И просто в завтрашний день, когда мы расходимся на свои рабочие места, мы понимаем, что находясь на своем рабочем месте, мы сможем реализовать или посреди реализации таких проектов. Сегодня у нас уже не впервые, но такого масштаба первое обсуждение, когда представители муниципалитета, администрации выходят с жителями на одну площадку, разговаривают на одном языке, находят понимание в этом. В последующем наши концепции будут опубликованы на сайте. Мы будем ждать обратную связь от жителей, мы будем это собирать. То есть для дальнейшей реализации этих проектов нам нужно будет обязательно разработка качественной проектной смертной документации. Это все, чем запомнилась столичная неделя. Я с вами прощаюсь, желаю отличных выходных. Встретимся в эфире.